Здравствуйте! Сегодня у нас очередной ролик из нашей серии рубрики Озимания, речь пойдет о третьем студийном альбоме, вышедшем 10 декабря 1983 года, Боже, как давно это было, Бак Эдзимон. Ну, сразу скажем, что критика набросилась на эту пластинку, потому что первые два шедевра, о которых мы обязательно расскажем, в Дайре оф Эмэдмен 81-го года и дебютник 80-го, Близзардов Оз, были приняты восторженно, а теперь от Ози ждали очень и очень многого. Буквально разбирали весь альбом по косточкам, но продажи доказали успех этого мероприятия, продюсирование маститого Макса Нормана, плюс состав, который записывал пластинку, а именно Ози Осборн, барабанщик Томми Олдридж, ветераны, Боб Дейсли, подключенный в последний чуть ли не момент, и клавишник Дон Эйри. Крепчайший такой составец, конечно, который, в общем-то, ну... Ну и гитарист, конечно же, гитарист. Гитаристом на этом альбоме выступил Джей Ки Ли, о котором на нашем канале есть ролик. Кстати, о всех участниках этого альбома есть ролики. Вот такая уже традиция стала. Поэтому и звучание, и подача, конечно, изменились. К сожалению, трагическая смерть, мы об этом рассказывали, Рэнди Ройтса, уникального гитариста 19 марта 1922 года, очень подкосила Ози. Он еще более сильно углубился в изучение алкогольных напитков, ну и сопутствующих радостей жизни. Официально развелся, официально женился на Широн Осборн, которая была уже его менеджером. В общем-то, бурная личная жизнь у него была. Со всеми, в общем-то, перепадами его настроения, что было ему присуще. Но, тем не менее, касаемо еще до альбома, было ряд интереснейших процедур. В феврале 1983 года поступила заявка Ози на участие в фестивале Rock USA, который проводился в Сан-Бернандино 29 мая. Но на тот момент у Ози не было музыкантов вообще. Руди Сарса, бас-гитариста, он прогнал с Дерака. Это такой был очень нехороший момент. Мы о нем рассказывали в ролике о Руди Сарса. И фактически был Томи Олдович. Но состав было сколотить несложно. Широн давно занималась поиском гитариста. В общем-то, так или иначе, сформировали они команду. Но перед самым выступлением, как говорят очевидцы о публике, вы посмотрите в ютубе этот фестиваль в Сан-Бернандино. Это там потрясающее количество народу. Это просто ужас. Там в числе и прочих Эджуда Сприз триумфально выступили. В общем-то, Дон Эйри запаниковал, потому что всего лишь две репетиции провели с Бобом Дейсли, может мало ли чего. Но выступление вышло триумфальным, как это часто водится в Ози. И был официальный тур за два выхода. За два месяца до выхода альбома. Начался в преддверии альбома. В общем-то, как всегда, Широн схитрила и тут. Объявили это в очередной раз в последнем тура музыка. Не в очередной, а в первый. Тогда это вошло в моду для привлечения публики. Мол, отыграют и на покой. Ну, вы знаете, этот покой до сих пор длится. Дай Бог ему здоровья, пусть играет вечно. Но, возвращаясь к пластинке. Немножко о личном, извините. Я впервые песню из этого альбома услышал в середине 80-х годов у уважаемого нашего заочного учителя Всевода Борисовича Новгородцева. В общем-то, он ставил пластинку «Бак Эдзимун» и рассказывал об этом альбоме. Об Ози очень было интересно. И, конечно, запало в голову, а потом пошло-поехали. Наше отношение к этому альбому – пластинка великолепная. Она просто немножко другая. Джей Ки Ли – гитарист очень техничный, но не склонен к изличному трюкачеству. Например, в отличие от того же Зака Валда. Очень все экономично, грамотно и вкусно. Начиная с первой песни «Бак Эдзимун» над текстовкой альбома, как всегда, поработал Боб Дейсли. Кстати, с Дейсли очередная неприятность вышла. Там был контракт, у него прописано, что если будут продажи альбома больше миллиона, а это было, альбом продавался очень хорошо. Трижды платиновым он стал только в конце 80-х годов. Это уже супер. И по контракту были прописаны ему бонусы. Премиальные, но он их не получил. Там через суд была длительная процедура, но тем не менее. Открывашка бронебойная «Бак Эдзимун». Сняли на эту песню клип. МТВ всегда подсобило. На тот момент был главный двигатель. Музыки становился потихонечку. Вернее, извините. Тем не менее. Снарядили Ози. Сделали ему этот костюм страшный оборотня, который, в общем-то, на обложке альбома вы увидите его в этом изображении. Он матерился яростно, когда его на него одевали и снимали. В общем-то, все в стиле Ози. Тем не менее, эта песня – впечатление Озика о его пребывании в клиниках. В общем, реабилитационные моменты и процессы лечения, и что в связи с этим возникает. «Боб Дойсли» – это классно обыграло. Как и вторая песня, замечательная. «You're not different». Тоже, в общем-то, как и третья на Ози, которые, в общем-то, три песни, они очень цельные. На этом альбоме создают такую трилогию, вы знаете. «Ли» – замечательно. Ну и, конечно, есть там боевая такая четвертая композиция. Это бунтарский такой рок, классический хэви-метал, очень ударный. «Rock'n'Roll Rebel». Наша любимая композиция. Там «Centra Over Eternity» с мистическим таким интер-клавишным. Ее еще называют эту песню «Forever». Замечательная. Ну и, конечно, изюминка этого альбома, нетрадиционная на тот момент для Озика песня «So Tile», где он поет, что он устал. Он устал, и ему все надоело. «So Tile» – она подходит, хотя совершенно не стилистика хэви-метал, но баллады и вот композиции по такой структуре, под тембр голоса, под чувство мелодики у Озика вообще очень-очень идут. Получается очень удачно, как и две последние страшилки на альбоме «Waiting for Darkness» и «Spiders». Ну как без страшилок? Надо ж людей на ночь попугать немножко. Но, вы знаете, пугать получилось. Особенно в туре после выхода альбома «Американская часть тура», где группу сопровождала Мотли Крю, это было еще то веселье. Представляете, какая возник союз Ози и Мотли Кру? Мотли Кру вообще были обезбашенные. Это можете посмотреть в фильме «Грязь» или в одноименной книге, по которой фильм поставлен. Блуждать по интернету эти все вещи можно найти. Со всеми, конечно, излишествами присущие рок-н-роллы, не будем о них рассказывать, но скажем, что Озик очень сдружился именно с Томми Ли. Томми Ли – это вообще был парень угарный. И есть, конечно, во всех отношениях. Начиная с его взаимоотношениями с девушками, в том числе с Памелой Андерсоном, и его стилем жизни. Нездоровым, чрезмерно в тот момент. Но Озик нашел родную душу. Родную душу. И вот свою автобиографию написал как-то на свой страх и риск. Взял в гости, пошел к Томми Ли, сына Джека. И Томми Ли завел его в свою комнату, где-то у него в подвале там была оборудована секс-комната со всеми причиндалами, секс-игрушками, цепями и все остальное. И Озик говорит, Джек был такой шокирован, что больше в Томми Ли вообще никогда не ходил. Но это так вот. Как бы к слову пришлось. Еще были интереснейшие моменты. Ни с того ни с сего погнали Томми Олдерджей уже на фестивале в Дортмунде в 83-м году, в декабре, кстати, встречал Кармайн Эппис, замечательный барабанщик. У нас на нем о канале есть тоже ролик, как его братец Винни. С Кармайна вообще было интересно. После фестиваля в Донингтоне в 84-м году его Озик погнал. Притом погнал с позором, обвинив в предательстве и еще о многих грехах. Потому что он устраивал так называемый драмклиникс, где, в общем-то, учил всех, изображал, вернее, показывал свое мастерство барабанщика, мастерство у него выдающееся, конечно. И Озик говорил, что это отвлекает его от основной работы, он тянет на себя журналистов и меньше внимания группе. Но где-то он прав. Вернули срочно Томми Олдерджа и Кармайн Эппис, кстати, умудрился выиграть в суд. И получил очень неплохую компенсацию за то, что его из группы погнали, выне контракта. Поэтому, как всегда, было все бурно и замечательно. Но Озик продолжал свое движение. И, конечно, мы еще вернемся к нашей рубрике «Озимания». А вам приятных прослушиваний. Бой Бунтаря продолжается. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Спасибо.